С Олегом Ждановым, военный эксперт украинский, полковник запаса генштаба ВСУ. Олег Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ну вот, ситуация под Бахмутом. Что там происходит? Судя по картам, которые Дипстейт мы смотрим, ягодная уже серьезно красная. И продолжается продвижение на северном направлении. Будет ли окружен Бахмут? Или может быть ситуация совсем наоборот? И смогут прорвать окружение, кого-то взять в окружение именно с российскими войсками? На ваш взгляд, какая ситуация? Ситуация неограничическая. Да, действительно, российским войскам удалось в одном месте, на севере, прорвать нашу оборону. И они пытаются сейчас максимально расширить этот прорыв. Поэтому, ну пока угроза окружения, конечно же, существует. Но она не настолько, будем так говорить, близка к исполнению. И мы пытаемся стабилизировать фронт на этом участке. Так что пока точно сказать, каков будет вывод генерального штаба, очень трудно. Ну, наверное, скорее всего, мы будем отходить и в Бахмуте. В принципе, это и предполагалось ранее, что когда будет выполнена основная задача оборонительной операции в плане истощения российских войск и нанесения максимального поражения, то, может быть, наши войска отойдут на заранее подготовленный, уже готовый, точнее, рубеж обороны западнее Бахмута. Но выход из Бахмута не будет перекрыт. То есть, пока ситуация под контролем ВСУ и спокойно отойдут войска. Планово. Да, пока, ну, во-первых, в районе трассы на Константиновку, это основная трасса снабжения нашей группировки, она действует, она находится под нашим контролем. И там даже мы на некоторое расстояние отодвинули российские войска от этой трассы. Плюс там есть еще, смотрите, надо понимать, что вот в этой местности очень плотная жилищная застройка, очень много промышленных объектов. И, соответственно, сеть, дорожная сеть развита очень сильно. Поэтому пока у нас есть такая возможность, мы будем снабжать гарнизон, будем обеспечивать его устойчивость. Но при этом никто там превращать Бахмут в Брестскую крепость или повторять Мариуполь никто не собирается. Я слышал такие цифры по потерям, что примерно один к семи. Но если тысячу солдат, примерно от 800 до 1000 теряют россияне, то получается больше сотни теряют каждый день ВСУ, украинские сбройные силы. К сожалению, да, война, к сожалению, без потерь не происходит. Ну, примерно повторяется ситуация с Северодонецкой. Тогда было то же самое, но там соотношение было, правда, получше. Там российская команда 1 к 10 было соотношение потерь. Но там и превосходство было, если помните, 1 к 20 по технике и где-то 1 к 10 по личному составу. Так что, да, ситуация примерно повторяется лета 1922 года. В пабликах звучат цифры, что у россиян уже около 400 тысяч военнослужащих на территории Украины. Но ведь с 200 тысяч они начинали это наступление на всех направлениях, которые были там, 9 направлений, по-моему, было. Почему при 400 фронт стоит? Они что, еще не на линии фронта, они в обороне? Смотрите, да, действительно, мы ожидали это. Это наша разведка давно говорила, что к марту будет 400 тысяч. Это все, что есть на сегодняшний день. Еще может быть там тысяч 50-70 где-то на учебных центрах. Но это все, что есть на сегодняшний день. Дело в том, что уровень подготовки – это уже не кадровая армия. Вот в чем главная проблема для россиян. Во-первых, это не кадровая армия. Во-вторых, катастрофически не хватает техники, тяжелой техники и вооружения. У них сегодня ситуация примерно как у советской армии в годы Второй мировой войны. Когда, допустим, в танковом батальоне может быть 15 танков. Но по документам это будет танковый батальон. Или в роте не 10 танков, как положено по штату, а 4 или 5. Но это будет числиться рота. Вот такая картина. Это первое. И второе – обученность этого личного состава. И сейчас уже количество боеприпасов артиллерии резко сократилось. Они же уже у себя вводят лимиты для артиллерии. И количество огневых налетов тоже сократилось. И уже такого понятия, как огневой вал, как это было летом, тоже уже не существует. Да, есть обстрелы, но уже обстрелы идут по отдельным целям. Так что армия, качество российской армии катастрофически падает. Для нас это очень хорошо. Ситуация с леопардами. Вот пошли сообщения, что на бахмутском направлении замечены леопарды. Это полная фикция? Как это? Информационно-психологическая спецоперация? Или это все-таки возможно присутствие, и действительно бахмут сможет удержать, смогут удержать? Или там они бессмысленны, леопарды вот на том направлении? Смотрите, леопардов в Украине всего четыре. Это первая партия, которая прибыла, которую показали, растиражировали. Я глубоко сомневаюсь, что там есть леопарды. Скорее всего леопарды находятся в учебных подразделениях, и сейчас на их базе готовятся экипажи, и они будут действовать в составе вновь сформированных бригад. В составе резерва, который будет осуществлять контрнаступление. У нас достаточно на сегодняшний день танков для того, чтобы усилить, если будет необходимость, усилить тот или иной участок даже на бахмутском направлении. Другое направление. Приднестровье, Молдова. Визэйр все-таки подтвердила, что с 14 марта прекращают полеты над Молдовой. И, соответственно, вот эти все слухи про то, что есть два варианта, либо провокация россиян, либо по просьбе Молдовы ВСУ освобождает Приднестровье. Решение молдавского вопроса. Будет ли оно в ближайшее время? Мы вот так привыкли, что к авиакомпаниям надо прислушиваться, как и к посольствам. Если они что-то делают, то они, наверное, на данных разведки делают. Смотрите, дело в том, что мы готовы. Мы готовы давным-давно к тому, чтобы не освободить Приднестровье. Нет, мы освобождать его будут силовые структуры Молдовы. Мы можем просто помочь демилитаризировать эту территорию, то есть разоружить вот эти незаконные вооруженные формирования и контингент российских войск, которые там находятся, для безопасности. И этот вопрос для нас было бы выгоднее решить еще вчера, потому как это сковывает часть наших сил, которые мы вынуждены держать на границе с Приднестровьем, с одной стороны. С другой стороны, это несет военную угрозу для юго-западного региона Украины, в частности, прилегающих областей. Поэтому, будет ли он решен, это надо задавать вопрос Молдове, Майе Санду и новому премьер-министру Молдовы. Мы готовы. Как только будет официальное обращение со стороны руководства Молдовы, я думаю, что за нами дело не станет. А ВСУ же там держат серьезные войска, потому что боялись провокации на том направлении. Не просто провокации, вспомните чего, это же была задача номер один, одна из важнейших задач начала вооруженного вторжения в Украину. Пробитие коридора на Приднестровье и захват Молдовы. Причем коридор они пытались пробить дважды. Первая высадка десанта, морского десанта, потом и либо сокопутный коридор через Николаевскую, Одесскую область. Когда эти оба плана потерпели фиаско, то даже была попытка высадки десанта через затоку, воздушного десанта. Так что для России это было крайне важно. Они хотели захватить этот плацдарм с последующим расширением его до границ Молдовы. Оглядываясь на февраль прошлого года, когда по каким-то данным можно было сделать вывод. И вот сейчас примерно такие же данные. То есть приезд Майи Санду на визит к Байдену в Варшаву. Опять же обращение Зеленского, передача какой-то информации оперативной по поводу провокации. Напряжение вокруг колбасны с этими боеприпасами. То есть понятно, что в Приднестровье что-то должно в ближайшее время произойти. Но вот бенефициаров я не понимаю. У меня две равных версии. Вот какая из них предпочтительная. Первая версия, что россияне хотят все-таки открыть второй фронт и рвануть колбасну. Ну что бы такой взрыв на пол Европы. А вторая версия, что все-таки Запад решил решить вопрос с этими анклавами, с Приднестровским анклавом. Да и ВСУ надо освобождать часть войск. Уже все решили вопрос. Там тем более очень хорошие снаряды. Вот кто бенефициар начальный, не конечный, а начальный вот этих событий? Россия или все-таки Запад с Украины? Я думаю, что Россия. Дело в том, что эту тему подняла именно Российская Федерация. Они начали пытаться раскачивать ситуацию внутри Молдовы. Потом появились разведданные о том, что они готовят серию терактов вплоть до захвата аэропорта в Кишиневе. Для того, чтобы не допустить высадки подкрепления Молдове. Они спровоцировали это. Сидели бы тихо, молча, оно бы так и тянулось бы. Они спровоцировали эту ситуацию, теперь надо решать. Кстати, насчет колбасной скажу так. Взрыв на пол Европы не получится. Склады там строил Советский Союз. Они все заглубленные, то есть подземные. И поэтому никакой там фейерверка красивого не будет. Там все взорвется в защищенных бункерах, если его подрывать. Что касается качества этих снарядов, то в Советском Союзе любой вид боеприпаса выпускался из расчета хранения не более 25 лет. Только после развала СССР они там лежат уже больше 30 лет. А выпускались они еще и закладывались они еще ранее. Так что там боеприпасы где-то 40-50-летнего возраста. Это еще не факт, что они пригодны к эксплуатации. А что с ними делать? То есть их только утилизовать или их можно как-то переделать? Перевинтить, пересыпать? Смотрите, их можно проверить. Ну, допустим, в артиллерии, например, делается контрольный отстрел. Берется несколько снарядов из партии, делается контрольный отстрел. Остальные осматриваются визуально. И если они попадают под критерии технически исправного, то тогда, да, их можно применить. Запасы их достаточны? Запасы их, ну, скажем так, Украине помогли бы? Ну, в принципе, да. Если брать такой, ну, грубый, для того, чтобы можно было понять. Смотрите, там оценивается где-то 20-22 тысячи тонн боеприпасов. Да, это порядка пяти эшелонов. Если брать средний выстрел артиллерийский калибра 152 миллиметра, то по тоннажности там где-то порядка 380 тысяч выстрелов. Где-то так. Но вы же не забывайте, что это склады общевой войсковой армии 14-й, которая там была. Кстати, генерал Лебедь покойный командовал. Это же его была идея оставить там контингент и не выводить армию полностью. А потом уже российские политики оформили это в Приднестровье, устроив там небольшую войнушку. Так вот, там же на этих складах лежит вся номенклатура. 22 тысячи тонн они включают как пистолетные патроны, так и авиационные бомбы. Так что там просто их по категориям довольно немного, этих боеприпасов. Они очень разношерстны. Вы говорите о том, что россиянам выгодно устроить там заварушку. Но я вот просто понимаю, что поддержать терраспольскую группировку ну никак нельзя. Ни с по воздуху, ни... Ну только если ракетами стрелять по Кишиневу. Или ядерную бомбу использовать, как ну казус Бейли. Нет, нет, смотрите, я объясню. Они пытаются сейчас через оппозицию раскачать внутриполитическую ситуацию. В частности, там идут митинги, что якобы тарифы жилищно-коммунальные. Ну это, как всегда, самая больная тема. Плюс на эти митинги наложите совершение терактов. Вы лучше меня знаете, как действуют теракты на социальные настроения. И вот эта совокупность могла бы привести, допустим, к смене правительства или к перевыборам парламента. У них парламент – основная движущая сила исполнительной власти. А, соответственно, влив туда деньги и, используя маргинально настроенные элементы, можно было бы на выборах постараться протянуть пророссийскую политическую силу к руководству страны с использованием незаконных вооруженных формирований или ДРГ на территории всей Молдовы. И все. А дальше перевыборы, пророссийский парламент, который принимает пророссийские решения, и требование договора сервитута о предоставлении коридора для выхода к морю, допустим, или соединения с континентальной Россией. Ну, так получается, Майя Санду, ну, надо было дождаться этих провокаций, а не ездить в Варшаву, ну, то есть не успокаиваться Байденом. Потому что сейчас уже раскачивать поздно эту лодку России, потому что уже все в курсе, все заявили. Нет, вы просто не понимаете Россию. Россия, даже если будет одна тысячная процента от успеха, Россия все равно попытается это сделать. Такова Российская Федерация. Даже они будут знать, что они заранее проигрышны, они все равно будут пытаться авось, главный принцип – это русский авось проскочить. Но я скажу так, что не то, что… Я думаю, что просто политическая ситуация подстегнула и Майю Санду к политическим решениям. Нельзя, вечно нельзя консервировать было этот вопрос. Все равно бы этот нарыв когда-нибудь начал прорывать, начал бы брызгать гноем. Просто Российская Федерация сама для себя устроила вот этого черного лебедя, который двинул ситуацию с мертвой точки. Но и Украине, и Евросоюзу выгодна как раз ситуация решения этого Приднестровского вопроса. А всем и Молдове. А Молдове в первую очередь выгодно. Восстановление территориальной целостности и суверенитета государства – это приоритет любой страны. Поэтому получилось так, что, как всегда, одна Россия против всего мира. Я еще слышал такую версию, что самолеты НАТО не могут базироваться на аэродромах НАТО для помощи Украины. А вот какая-нибудь нейтральная страна, не входящая в НАТО, ну, типа Молдовы, была бы очень даже кстати, потому что в Украине опасно, а тут вот в Молдове почему бы нет. Можно это рассматривать как плацдарм для поставки самолетов? Ну, не для поставки самолетов, а для их технического обслуживания. Как вариант, в принципе, да, в принципе, можно. Хотя, смотрите, самолеты, у нас есть возможности защитить. Самолеты, плюс, если придут комплексы такие, как Патриот и Мамба, они как раз и в состоянии обеспечить защиту таким объектом, как аэродром. А также F-16, он же работает в спарринге еще и с Патриот, он как перехватчик может работать, или как воздушный разведчик для обеспечения защиты воздушного пространства. А вот единственная проблема в этом случае является персонал. Техническое оснащение, да, можно все перевести, разместить в Украине, а вот персонал технический, тут возникает вопрос. И тогда третья страна могла бы нам помочь. Ну, то есть, скорее всего, Приднестровская ситуация, ну, 14 марта прекращает Визейр летать, где-то в конце марта может очень-очень удивить нас всех. Да, вполне возможно. Как раз накануне готовности вооруженности Украины контрнаступательная операция. Когда понадобятся как раз самолеты. Где-то на конец апреля, к началу мая уже быть готовыми с нашей гвардией наступление. Ну что ж, дорогие друзья, вот если вы свои планы с Молдовой или там с Приднестровьем, с Тирасполем как-то связываете в ближайшее время, будьте поаккуратнее и осторожнее. Вот мы это обсудили. Не знаем, какая вероятность, но есть. А беспилотники? Беспилотники в Мочулище в Белоруссии, беспилотники под Санкт-Петербургом, беспилотник рядом с Газпромовским каким-то Подмосковье. А что происходит? Что это за беспилотники? Ну, в Белоруссии там белорусские партизаны взяли на себя ответственность. Ну а на Кубани, не знаю, может Кубанская народная республика. Не только Кубань. Это Туапсе, и сегодня Санкт-Петербург, Москва. Да, это уже практически на границе с Грузией. Так что не только Кубань. Я знаю, что есть. Но как бы данных о том, что... А еще и в Санкт-Петербурге... В Санкт-Петербург сегодня, да, операция Кольера по закрытию неба. Да, Санкт-Петербург сегодня закрывал воздушное пространство. Поэтому, ну скажу так, с нашей стороны официальной информации нет, что это было. А что это может быть? Ну, может быть. Может быть. Вот, допустим, Би-Би-Си говорит о том, что это могут быть наши беспилотники, которые вплоть до того, что самоделки, которые были когда-то на вооружении еще Советской Армии, сегодня доработаны и могут летать на такие расстояния и преодолевать, самое главное, преодолевать систему ПВО Российской Федерации. Ну, мы знаем, что она преодолеваемая и еще с взрыва в Энгельсе, там, под Курском, в Курской области, точнее. Вот. Так что, вот, Би-Би-Си считает, что это наши беспилотники. Ну, я, как бы, пока воздержусь от комментариев по поводу того, чьи это беспилотники. Но скажу так, что даже судя по Краснодарскому краю, то цель достигнута. Все попало. Олег Владимирович, а я хотел бы уточнить про Мочулище, но неужели вы думаете, что партизаны могут так точно попасть в один из самых дорогих объектов российской армии, в радар? То есть, это надо было так точно навестись? Это такая должна быть разветка? Ну, там не в радар... Нет, так я вам скажу так, промахнуться в Ил-76, это надо быть специалистом, чтобы не попасть в Ил-76. Но они же не в хвост попали, а конкретно в радар, то есть, это прям очень точно работает. В антенну попали и в кабину пилотов попали. Вот так, во всяком случае, говорят... Потрясающие, точные партизаны. Опять же, смотрите, очень тяжело сегодня обсуждать, потому что и белорусские власти, и российские власти тщательно скрывают обстоятельства, и даже нету обломка. Вот как сейчас они показывают обломки беспилотников для того, чтобы можно было определить их принадлежность. То есть, по Белоруссии даже нет ни фотографий спутниковых повреждений, нету ни обломков. Но скажу так, что если это квадрокоптеры, то они запускались с небольшого расстояния. Сегодня нет квадрокоптеров, которые там дальше 50 километров, это предел, там 50-70, это предел для квадрокоптера. А еще и с бомбовой нагрузкой, если там взрывчатку он несет. Если это были дроны, точнее, беспилотники такие, крылатые, ну, то надо тогда посмотреть, что прилетело и куда прилетело. Я с нетерпением жду окончания войны книжки, как подбивался мост, как Москва, Энгельс и вот Мочулище. Не забывайте, что Мочулище охраняются. Там же, кстати, в Мочулищах развернут С-400 даже развернут. Россия туда перебрасывала. Не помогло. Да, не помогло. Хотя, да, закрывали небо плотно. Спасибо вам большое. В эфире лучшего радио был Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса, генштаб ВСУ. Победа Украине. Традиционно. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова